От рождения до 4 лет ведущими причинами развития почечной патологии являются врожденные дефекты и наследственные заболевания. На базе женской консультации родильного дома организована работа кабинета ультразвуковой диагностики. В этом кабинете проводится исследование врожденных пороков развития у детей. Первый скрининг проводится до 12-14 недель, где на раннем сроке у беременной диагностирована патология. И уже здесь мы ставим вопрос о возможности пролонгирования беременности или прерывания беременности. Определяются врожденные пороки развития и определяется дальнейшая тактика, после последующих консультаций дальнейшая тактика ведения этой беременной. Одна из проблем, которые существуют в наше время, это проблема почечной патологии. Наш кабинет также занимается и этой проблемой, потому что у почек есть заболевания и врожденные заболевания почек, и приобретенные. Вот те врожденные заболевания, которые существуют, диагностируются у нас здесь на первом, втором и третьем скрининге. Только грубая патология определяется в первом скрининге. На втором и третьем там уже больше возможности определения патологии, врожденной патологии почек. Кабинет ультразвуковой диагностики достаточно хорошо оснащен, работает ежедневно по будням. Скрининговые исследования, которые проводятся на базе нашей консультации, они являются одним из этапов дальнейшего проведения исследований. При обнаружении каких-то пороков мы отправляем женщин на консультацию в МАНИАК. Это Московский областной институт окушерства и гинекологии, медико-генетическое отделение, которое проводит дальнейшие исследования и определяется дальнейшая тактика ведения этой беременной, конкретное ведение этой беременности. И поэтому очень важно, чтобы каждая женщина встала на учет в раннем сроке беременности, чтобы она смогла пройти все эти три этапа исследований. Это является очень большой помощью в диагностике и дальнейшей, и как бы очень большой помощью является в правильном ведении беременности и профилактике и лечении патологии, обнаруженной у плодов. В случае своевременного выявления и эффективного лечения, многие болезни почек у детей являются полностью обратимыми. В противном случае они могут приводить к развитию хронической болезни почек. Если педиатр направляет ребенка с плохими анализами мочи к гинекологу, пусть это у мам не вызывает удивления. Здесь мы у детей берем мазки и исключаем гинекологические заболевания. У девочек-подростков это приобретает еще большую значимость. К сожалению, у девочек-подростков, начинающих половые отношения, зачастую обнаруживается урогенитальная инфекция, которая поражает и мочевые пути, и половые. Это опасно возможными осложнениями во время беременности или когда эта девочка запланирует беременность. Еще я хотела бы предостеречь девочек-подростков и мам-девочек от чтения информации в интернете. Но чем читать интернет, надо сделать явку в женскую консультацию и в индивидуальном порядке уже и сдать анализы, и обследоваться, и все интересующие вопросы выяснить. Нина Завьялова – единственный детский гинеколог Варехова-Зуева, стаж работы которой составляет более 23 лет. Ее пациенты – дети от рождения и до 18 лет. С 15-летнего возраста девочка-подросток имеет право на самостоятельный прием у врача-гинеколога. Если у девочки-подростка возникли какие-то проблемы, она может прийти сюда и рассчитывать на то, что эти данные мы никуда не передаем. И все, что ей интересно, она все может выяснить. Сегодня более 15 миллионов россиян страдают различными заболеваниями почек. В Московской области зарегистрировано более 35 тысяч человек, страдающих различными стадиями хронической болезни почек. У 2000 человек диагностирована почечная недостаточность. Из них более 1300 пациентов находятся на лечении программным гемодиализом. Выявление хронической болезни почек на ранних стадиях, предотвращение развития осложнений и смертности пациентов входит в задачи диспансеризации, которая проводится в настоящее время по приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации среди определенных групп взрослого населения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...